Это новости Дагестан. Здравствуйте! В студии Фатима Буталибова и коротко о главных темах. 14 человек за 7 дней. Почему в Дагестане так много утопленников? МЧС бьет тревогу. Без света виноватые. Группу жителей редукторного поселка, вышедших на акцию протеста из-за отсутствия электричества в домах, забрали в полицию. Ветхие страдания на улице Алферова. Почему более 10 лет власти не замечают общежитие призрак в Каспийске, попытались узнать наши корреспонденты. Почему хотим жены такими? Почему? А? Почему никто не живет? Их не родственники, родня. А почему нас над нами издевают грустные люди? Как можно? Скажи, пожалуйста, в таком состоянии. Посмотри, я здесь могу и посмотрю. Вот это я бы не глотала. Это я поставила сюда. Это я все делаю. Бывшего футболиста Анжи задержали в Москве. За что расскажем в рубрике «Дайджест». В Дагестане за минувшую неделю утонули 14 человек, в том числе и дети. Несмотря на все предупреждения спасателей МЧС по Дагестану, жители республики продолжают гибнуть на водных объектах региона. Несчастные случаи произошли в двух городах и в нескольких районах республики. Спасатели настоятельно рекомендуют дагестанцам и гостям региона не пренебрегать мерами предосторожности на воде. Малолетних детей нельзя оставлять у воды без присмотра ни на минуту. А после распития спиртных напитков взрослым не стоит заходить в воду. Полиция задержала 11 человек, которые вышли на акцию протеста в Махачкале. Жители редукторного поселка накануне перекрыли дорогу из-за частых отключений электроэнергии в их домах. Напомним, перебои со светом наблюдаются в эти дни практически во всех районах Махачкалы. Энергетики ссылаются на аномальную жару и большие нагрузки на трансформаторы. Однако людей эти объяснения не устраивают. В итоге к процессу подключается полиция. На группу митингующих были составлены протоколы об административном правонарушении. Им сделали замечание за агрессивное поведение и отпустили домой. В селе Султанянгиюрт Кизельюртовского района полицейские обнаружили и изъяли 2600 бутылок контрафактного алкоголя. Незаконная продукция была выявлена в магазине, который принадлежит 63-летней местной жительнице. Установлено, что гражданка приобрела контрафакт на сумму более 1 миллиона рублей и хранила его для дальнейшей розничной продажи. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Глава Дагестана. На сегодня принял у себя пайщика в компании RC Group. На встречу также были приглашены и представители самой компании. Напомним, люди долгое время жаловались на дополнительные требования финансовых взносов со стороны застройщика. Сергей Меликов поблагодарил активистов за принципиальную позицию и отметил, что берет решение вопроса под личный контроль. Таких фактов у нас в Дагестане очень много. Вы подписали договор, да, с RC Group. Там была оговорена сумма и порядок оплаты. Так, да? Вот вы заплатили, грубо говоря, 100 рублей вы заплатили. В установленный срок квартиру не получили. И теперь вам звонят по телефону и говорят, для того, чтобы вы получили квартиру, вам еще нужно доплатить 50 рублей. Так ситуация происходит? Договор сам где? Вот договор. Вот договор. Какая цена здесь определяется? 1.777-2.7. Да, доп. соглашения. Вот об увеличении стоимости на 4 900 за квадрат, потом уведомление о расторжении договора. На это уведомление я написала им письмо о том, чтобы они мне разослали отчет финансо-хозяйственных деятельностей, куда делись мои деньги. То есть ответа я не получила. Да, если вы мне докажете, куда делись мои деньги, я вам доплачу. Мы собирались у них в офисе, это было в июне 2021 года, на что нам руководитель сказал, когда мы сказали, мы вам доплатим. Вы нам даете какую-нибудь гарантию, что вы достроите дома и больше не попросите? Нет. Рынок меняется. Меня интересует, ответите мне на вопрос, на каком основании вы вот эти документы направляли, не за своей причем подписью, вы направляли в адрес пасчика с требованиями о доплате за те квартиры, по которым уже были. На каком основании? На основании чего? Назовите мне там статью закона или кодекса, или нормативного акта. На каком основании вы с них требовали доплату? В настоящее время строительство не завершено, работа практически не ведется, она остановлена. Я отправлял туда своих помощников, ни одного рабочего там нет, строительной техники нет, ничего нет. А когда там с теми, кто у вас на площадке находится, они даже коски не одеваются, спрашивают, они говорят, а что? Они говорят, а вот сейчас пайщики деньги внесут дополнительные, мы тогда будем строить. Что исходя из указанных норм, председатель ПЖСК в случае образования убытков существенных изменений обстоятельств правильно направить уведомления только тем пайщикам, которые не внесли сумму первого взноса. А вы внесли сумму первого взноса? Я все помоюсь. А вам все равно направились. Понятно. Вам спасибо за принципиальную позицию. Я вас попрошу до всех остальных довести, что ситуация на контроле у главы. Каждый представитель правоохранительных органов в этом отношении погружен и посвящен. Но я вас уверяю, за действия мошенников отвечать должны мошенники. Не вы, и не мы, не власти, не правоохрана. А сегодняшняя встреча пусть для вас будет примером к тому, что власти наши готовы с вами разговаривать и проблемы ваши решат. Хорошо? Спасибо. Государственному пожарному надзору 95 лет. За многолетнюю плодотворную деятельность наиболее отличившиеся работники ведомства получили награды и почетные грамоты из рук главы Дагестана Сергея Меликова. Глава региона отметил большую роль службы госпожа надзора в вопросах профилактики чрезвычайных ситуаций. Верховного муфтия России Талгата Тажудзина принял лидер мусульман Дагестана шейх Ахмад Афанди. Встреча прошла в муфтияти региона. Духовные лидеры обсудили актуальные вопросы, поделились опытом работы и наметили стратегию на сотрудничество в будущем. Очень замечательно, хорошо прошло, аль-хамдулля. Сейчас у нас на горе Нарастау в Божпротестане 7 тысяч человек собралось. Там сахаба останавливались, которых послал правду Мухаммад, али-салям, в девятом году, девятого рамазана. Они год были в дороге, там провели, посвященный этому празднику, после Болгар сразу в Болгограде, Астрахани, потом в Петербургске были, аль-хамдулля. Там нас ректор пригласил университета, студенты и религиозных, и светских учебных заведений. Сейчас вот по завращению несколько у нас региональных есть, а в Ильянске провели. В Самаре будет, иншаллах, с участием губернаторов, а в Астрахани тоже губернатор участвовал, Абдул-Рахман. Потом 21-22 в Уфе. Мы 21 числа направляем вам всем приглашение. В завершении встречи участники обменялись памятными подарками. Талгат Ажудин наградил Муфтия Дагестана орденом за многолетнюю безупречную службу во благо Отечества и большой вклад в духовно-нравственное возрождение общества. Проблеме, о которой пойдет речь в следующем материале, более 10 лет. О многоквартирном аварийном доме в Каспийске по улице Алферова, 3Б, наша съемочная группа снимала сюжет три года назад. Тогда местные власти обещали решить вопрос и посодействовать в переселении людей из ветхого жилья. Однако они продолжают жить в ужасных условиях. Продолжение темы. Сюжет Патимат Ханаповой. Почему хакими жены такими? Почему никто не живет? Их родственники, родня. А почему над нами издевают взрослые люди? Как можно? Скажи, пожалуйста, в таком состоянии. Посмотри, я здесь мою, посмотри. Вот это я латала, это я поставила сюда. Это я все делаю. Посмотри. Почему не может они делать этого? Я не знаю, как жить вот так. Если я с собой что-нибудь сделаю, я на них напишу и оставлю записку тоже. Люди устали ждать и устали просить. Около 500 человек на протяжении десятков лет живут в нечеловеческих условиях. Запах сырости, вонь канализации и всюду плесень. И это не заброшенные руины старой постройки. Это общежитие, где еще живут люди. На секундочку. 21 век. Город Каспийск. В это сложно поверить, но именно в этих комнатах жильцам дома приходится готовить еду, принимать душ и не только. Градус возмущения людей очень понятен. Потому что ни один из чиновников, который затягивает решение этого вопроса, до пяти минут бы здесь не провел. А не то, чтобы жить здесь. Понимаете? Я понимаю людей. У нас нет крайних, все не при делах, но при этом люди почему-то живут до сих пор в таких условиях. Здесь жить не только некомфортно, но и небезопасно. Оголенные провода и постоянные замыкания. Жители говорят, бывали случаи, что и щиты взрывались. Пора уже людей просто переселить отсюда, потому что другого выхода здесь нет. Либо здесь ударит кого-то током, будет проходить. Или там пожар начнется. Изношенные здесь не только электрические кабели. Пол в этом многоквартирном доме в буквальном смысле уходит из-под ног. Крыша в непогоду протекает, стена сыплется слоями. Я живу целая дима, я под дождем живу там. С двумя детьми. Вы сколько раз лично к вам ходили? И что? В первом квартале, в втором квартале, в третьем квартале. Вот так пять лет проходит уже. И что? Так спокойно это делайте. Я вам сниму здесь лично. Сама квартира. Живите здесь. Пять лет назад людям удалось убедить городские власти включить их в многоэтажку в список ветхих домов. Включили, но вот до конкретных действий дела так и не дошло. Представители администрации говорят, они сделали все возможное. Теперь решение за республиканской властью. Планируется представление документов, какие дома будут под расселением в этом году или в следующем году. Этот дом плюс еще один на Аджоникидзе находится первый в этом списке. А на какие года он может упасть? В каком году я вам не смогу сказать, потому что эти данные могут быть в Минструе и Республике Дагестан. Уже будем отталкиваться от информации, которая будет предоставлена в Минструе и Республике Дагестан. Однако по итогам встречи главный вопрос, когда людям все-таки ждать нормального жилья, остается без ответа. Представители ОНФ в Дагестане намерены держать ситуацию на постоянном контроле. Но даже это не гарантирует скорого решения вопроса. Естественно, мы сейчас обратимся в правительство, в Минструе. Мы хотим официальные документы получить о том, когда действительно людей, в какие сроки начнут переселять. Патимон Таханнапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Сейчас краткий обзор новостей в рубрике Дагест. Затем продолжим. Экс-футболист клуба «Анжи» Махач Гаджиев, находившийся в федеральном розыске, задержан в Москве по делу о мошенничестве. Следствие установило, что в начале 2017 года подозреваемый одолжил на сутки у своего знакомого автомобиль «Киа». Но спустя оговоренный срок мужчина машину не вернул и распорядился им по своему усмотрению. Розыск был инициирован полицией Махачкалы. В ближайшее время Гаджиева доставят в Дагестан. Махачкала «Водоканал» оштрафован на сумму более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает антимонопольная служба республики. Компания отказывалась восстановить пломбы водомера на строящемся объекте ЖСК «Агюль». Застройщик пожаловался в Уфас по Дагестану, после чего организацию признали нарушившим закон о защите конкуренции и оштрафовали. Заместителю директора Центра соцобслуживания в Ахтынском районе предъявлено обвинение в хищении 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона. По версии следствия, с ноября 2018 года по июнь 2022 года обвиняемые и другие неустановленные лица ставили на учет в качестве нуждающихся в обслуживании на дому лиц, которых фактически не обслуживали. Они также оформляли в штат людей, которые в Центре не работали, и в дальнейшем присваивали начисляемые им денежные выплаты. Махачкалинская «Динамо» и «Алания» разошлись с миром. Матч «Динамо» и «Владикавказского клуба» закрывал программу стартового тура первой лиги сезона 2022-2023 годов. Игра команд проходила в Грозном на стадионе имени Султана Белемханова и завершилась нулевой ничьей. Футболисты дагестанской команды два раза поразили ворота соперника, однако в обоих случаях голы не были засчитаны из-за офсайдов. «Динамо» набрало первое очко в чемпионате и расположилось в середине турнирной таблицы. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.